друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш youtube канала маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки ну что ж сегодня нас ожидает по идее в теории низколиквидная торговая сессия без интенсивных движений но я всегда повторяю что таких условиях от рынка можно ожидать всего чего угодно даже какого-то малейшего незначительного новостного фона может оказаться достаточно чтобы на рынок пришла волатильность и соответственно раскачала движение всех финансовых инструментов сегодня в сша день независимости мы долго шли к этому дню учитывая что очень хотелось спроецировать именно праздничный период в сша на определенную динамику на рынке черного золота на рынке нефти и ранее я прогнозировал рассматривать бренд wti как очень хороших кандидатов на покупку собственно хай вчерашнего дня был 76 57 сейчас рынок нефти чуть откатил 75 11 текущей котировки но мне кажется что рынок как будто бы уже обосновался в районе 75 и скорее всего дальнейшее развитие новостного фона приведет к тому чтобы эти инструменты в частности бренд оказался уже поближе к 80 долларам за баррель это ближайший целевой ориентир на который я рекомендую метить собственно в ближайшие несколько дней на нашем сайте мы разместим опубликуем квартальный обзор прогноз по ключевым инструментом на а соответственно третий квартал который уже начался и среди их активов на которые я рекомендовал бы обратить внимание в этот период будет как раз рынок нефти которую я рассмотрю с точки зрения текущих показателей спроса и предложений попробую вам подсветить почему рынок уже сейчас находится в условиях дефицитного предложения и на фоне последних сообщений новостей о том что салдуйская аравия дополнительно снизила объем нефти добычи с 1 июля еще на 1 миллион баррелей я думаю что логично а предположить что этот дефицит предложения станет еще более выраженным из других катализаторов локальных которые тоже повлияли на котировки нефти стоит отметить индекс pmi промышленного сектора китая который честно говоря оказался лучше чем ожидали эксперты фактическая цифра индекса 55 прогноз был 50.2 но хуже чем значение прошлого месяца но я много раз уже отмечал что такого рода статистику индексы нужно анализировать довольно просто не нужно смотреть на конкретно цифры нужно смотреть просто на каком уровне выше либо ниже 50 находится показатель если выше 50 то это в любом случае восстановление да может быть не такое динамичное как хотелось бы видеть оптимистом ну и мне тоже потому что я очень настроен на то что экономического восстановления китая достигнет а своих пиков под конец этого года что опять же проецируя на динамику рынка черного золота может стать дополнительным ростом для котировок потому что чем интенсивнее будет развиваться китайская экономика тем соответственно более высокими аппетитами будет она характеризоваться более высокими объемами потребления всего что имеет отношение к углеводородам поэтому значение 50 и 5 это выше 50 сектор восстанавливается и я вижу в этих отчетах конечно же достаточно позитива чтобы не говорить о китае как о тормозе для мировой экономики и соответственно о тормозе для на просто котировок нефти и конечно же по поводу ожиданий более высоких объемов потребления в связи с праздником для независимости очень интересно будет посмотреть на отчет от администрации энергетической информации по запасам нефти сша этот релиз выйдет в четверг и учитывая именно праздничный период я допускаю что запасы на прошлой неделе когда все готовились как раз к дальним автомобильным поездкам запасы могли снизиться сразу на 10 миллионов баррелей если эти цифры будут подтверждены фактическими значениями то тогда бренд под конец недели сможет снова нацелиться на движение выше 77 долларов за баррель что касается доллара 102.65 это котировки индексом американской валюты трейдеры конечно же пытаются оценить вероятность нескольких повышения процентной ставки в этом году мы вроде бы как уже смирились тем что в июле повышение ставки будет и инструмент фэдботч который оценивает вероятность такого сценария он как раз не дает нам сомневаться в том что это решение практически принято я даже не могу себе представить насколько интересными и неожиданными должны быть цифры по cpi по инфляции по нонфармам чтобы рынок начал откатывать такие ожидания и сомневаться том что фрс может повысить ставку даже один раз в этом месяце в любом случае я предлагаю смотреть уже за пределы июля на последующее заседание и здесь и собственно моя точка зрения не меняется я допускаю что почти уверен то что американские регуляторы не пойдет более на дальнейшее уже точение монетарной политики ставка будет заморожена зафиксирована на отметке 5 и 5 процентов пока что у нас есть предварительные индикаторы которые позволяют думать так это отчет писи и собственно индекс расходов наличное потребление который я что в основном выражение что в базовом проявлении подсветил нам что есть предпосылки для дальнейшего снижения инфляции руководствуясь последними заявлениями павла о том что при устойчивости снижения инфляционного тренда конечно же фрс не будет тащить ставку вверх потому что это будет совершенно лишним сейчас лучший сценарий это дождаться данных по нонфармам эту пятницу и последующих релиз по инфляции который выйдет 12 июля то есть фактически на следующей неделе я уверен то что на следующей неделе продавцы по доллару станут скорее всего еще сильнее и особенно в свете еще и последних релизов по индексам деловой активности пока что у нас есть возможность говорить только про индекс аэсэм производственного сектора который вышел накануне и здесь удручающие показатели 46 фактическая цифра 46 9 это зона стагнации причем спад который продолжается уже почти полгода это очень много это соответственно якорь для роста американской экономики для нас еще один повод для нас и для фидрезерва скажем так не забывать о том что рецессия всегда где-то рядом и если наломать дров и проводить недальновидную монетарную политику то это рецессия может просто взять и нагряду я думаю что фрс прекрасно осознает поэтому не будет дальше торопиться с еще более агрессивным и в принципе дальнейшим ужесточением монетарной политики без за перспективы еще более значительного повышения процентной ставки доллару не начнем расти поэтому я сторонник того что американская валюта постепенно перейдет к снижению золото 1922 доллара за тройскую ум с четвертую сессию подряд уже растем ждем золото еще выше британская валюта 1 2670 текущие котировки причем хочу обратить ваше внимание что фунт это сейчас по сути торговый фунтом перетягивание каната с одной стороны есть те трейдеры которые делают большую ставку на то что высокая инфляция которая по-прежнему существенно выше целевого ориентира в четыре раза выше целевого ориентира даже чуть больше заставит банк канады точнее банк англии дальше повышать процентную ставку и это локально без оценки долгосрочных последствий приведет к тому что фонд станет более привлекательным инструментом хотя бы с точки зрения расхождения монетарных политик и определенных условий для а керри трейда и другой лагерь трейдеров которые не анализируют как косрочный эффект на фонд локального такого разового активного повышения ключевой процентной ставки смотрит на перспективу и считает что британская экономика погружается в страшную рецессию из которой ну практически не выбраться и главный аргумент что 13 раз подряд ставка была уже повышена а инфляция по-прежнему остается высокой и более высокие процентные ставки бьют конечно же по рынку потребительского кредитования сказываются негативным образом на платежеспособности корпоративного сектора который оптимизирует расходы сокращают персонал и это опять же явный негативный момент для экономики в целом я сейчас не берусь оценивать долгосрочные последствия их прекрасно понимаю они очевидны но все-таки опыт реакции валюты на агрессивно жесткую монетарную политику мне подсказывает что первая реакция все-таки национальной валюты будет рост и я в связи с этим сохраняю свои скажем так убеждения потому что фонд может выйти к новым локальным максимумом и среднесрочной целью для пары фонд доллара может быть отметка 1 30 доллар иена 144 61 по-прежнему страх валютных интервенций со стороны банка японии на рынке присутствует и именно он сдерживает дальнейшее ралли пары доллар иена с учетом того новостного фона который на этой неделе запланирован я эти отчеты называл которые мы ждем есть высокий как бы и высокая вероятность того что покупатели попробуют затащить пару выше 145 но вот удастся ли это сделать посмотрим я полагаю что угроза валютных интервенций все-таки будет более такой доминирующей силы поэтому пара скорее всего а скорректируется друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока